Всем привет! Вы на канале Виктория. Сегодня я хочу поделиться своим мнением от использования тканевых масок серии Juicy Mix K от Faberlic. Я приобрела всю серию из 6 штук. Я любитель масок, меня привлекла красочная упаковка, очень громкие обещания, все было заманчиво. Я не смогла удержаться и купила всю серию. Сразу скажу, если бы я попробовала хоть одну маску в самом начале, до такого количества дела бы вряд ли дошло. Ну а теперь подробнее обо всем. Первая маска была у меня детокс с экстрактом винограда. На лицевой стороне упаковки красуется сочный виноград. Традиционно присутствует картинка с указанием, что маска не абы какая, а тканевая. Вот здесь вот внизу значочек есть. И этот серебристый значок изображает правильное лекало, а не то, что лежит внутри этого пакета. То есть нарисовано овальное, красивое, человеческое лекало. Срок годности 36 месяцев. Способ применения, который отличает эту маску от других тканевых, это то, что ее нужно накладывать на увлажненную кожу. На чистую, слегка увлажненную кожу. Но даже это не помогает неудобному лекалу хорошо держаться на лице. Оно постоянно отклеивалось, спадало, даже если я лежала в горизонтальном положении. А что-то делать с этой маской одновременно вообще было невозможно. Она совершенно не держится. И еще один пункт применения и способа применения. Эту маску необходимо смыть. Меня вообще расстроило. Сыворотки достаточно. Лекало пропитано отлично, но само лекало очень-очень несуразное. Вот так оно выглядит. Вот такой фантомаз. То есть низкий лоб. Вот здесь вот очень низко. Широкие щеки. Тут аж на волосы можно заворачиваться. Под носом перегородка неудобная. То есть она ни на чем не держится. Она постоянно уходила с губ или на губы. Опускалась. На нос лоскут короткий. В общем, слов не хватает. На это лекало. Описать его. Вот такой красавец. Ну, я решила дотерпеть. Маску нужно держать 15-20 минут. Но длительная меня начала уже на пятой минуте. Она постоянно отклеивалась на щеках и на подбородке. Постоянно приходилось ее поправлять. И потом вытирать липкие пальцы, а салфетку. Но я решила дотерпеть все эти издевательства и посмотреть на эффект на коже от применения этой маски. Я прошла весь рекомендуемый курс 2-3 раза в неделю для достижения видимых результатов. Курс применения 2-3 недели, как заявлено на упаковке. В зависимости от типа, состояния кожи. Теперь о самом эффекте масок. Детокс с экстрактом винограда. После ее применения сухость кожи у меня еще 3 дня я не могла никак кожу увлажнить. Она очень-очень иссушила кожу. Дальше у меня было лифтинг с экстрактом граната. После умывания кожа упругая, но эффект недолгий. И в результате я получила стянутость кожи. Следующая маска это восстановление с экстрактом инжира. Кожа была мягкой на ощупь. Наверное, чуть дает увлажнение алоэ, которое в составе на втором месте. А вот экстракт инжира аж на девятом месте в составе этой маски. Дальше у меня это было увлажнение с экстрактом лотоса. Эта маска дает увлажнение. Питание с маслом макадамии. Вот это единственная маска с маслом макадамии. Чуть подпитала кожу. Кожа была нежной и бархатистой действительно. Обновление с экстрактом алоэ вера дало мне смягчение кожи. То есть действительно масочка поработала. Общий мой итог. Кем, кому не важно размер лекала, некоторые из этих масок можно брать. Те, которые работают. Те, кто не любит огромное и неудобное лекало, маски не берите. Не трепите себе нервы. Я не буду советовать эти маски. Никаких чудес они не делают. Нет ничего, из-за чего стоило бы терпеть такие неудобства. Сейчас огромный выбор тканевых масок. И эти маски Фаберлик того не стоят. Лучше найду себе другие. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. До встречи на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok